МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале УТС Время новостей в студии Светлана Антимонова. Здравствуйте. Выездное совещание регионального Минсельхоза сегодня проходит в Новосибирском сельском районе. Цель – проверить ход посевной. На месте событий работает наш корреспондент Николай Сальников. Здравствуйте, Николай. Как проходит посевная и хватает ли средств на нужды крестьян? Здравствуйте, коллеги. Общая стоимость весенних полевых работ на территории Новосибирского сельского района составляет 120 миллионов рублей. Эти деньги идут на закупку зерновых и кормовых культур, а также обновление сортов. Естественно, большую часть этих средств потратят и на защиту растений, покупку минеральных удобрений и горючие смазочные материалы. Если же говорить о сельхозпредприятии Ярковска, на территории которого мы в данный момент находимся, то здесь есть еще одна важная задача, помимо традиционных. Дело в том, что за последние несколько лет общая площадь обрабатываемых земель здесь увеличилась с полутора тысяч гектаров до семи с половиной. Речь идет о тех землях, которые использовали недобросовестные сельхозпроизводители и фактически их привели в запустение. Сегодня с этой задачей успешно справляются. За этот год на освоение заброшенных ранее земель потратят 15 миллионов рублей. Подробности в следующих выпусках новостей. Спасибо, это был Николай Сальников. Он вместе с аграриями оценил ход пассивной кампании. В Москву охранять президента. Сегодня с главного вокзала Новосибирска ребята из нашей области отправились служить в элитные войска российской армии, президентский полк. Этот призыв на срочную службу особенный, подразделение исполняется 80 лет. Ребят провожал и мой коллега Борис Киргенеков. Он находится на прямой связи со студией. Борис, здравствуйте. Сколько молодых людей от нашей области будут служить в Кремле? Здравствуйте, Светлана. 15 молодых ребят из Новосибирской области сегодня отправились служить в президентский полк. Это не только жители мегаполиса, но и представители других районов нашего региона. Искитимский, Тагучинский, Красноозерский и ряд других. Конечно, традиционно сегодня провожали на военную службу в такие элитные войска. Очень торжественным был военный оркестр, чиновники, представители церкви, ветераны говорили напустные слова. Но, конечно, главными гостями, на кого обращали внимание и слушали призывники, это, конечно, семьи, родные и близкие ребят. Напомню, что срочники, которые служат в президентском полку, они занимаются охраной государственных важных объектов. Это резиденция главы государства, Кремль, а также могила неизвестного солдата и ряд других объектов. Ну, и существует очень жесткий отбор призывников. Они должны иметь образование, как минимум среднее, а также быть хорошо развиты физически, иметь моральные высокие качества и быть очень высоким. Вот, к примеру, я бы своим ростом, к сожалению, не подошел бы на службу в президентский полк. Я пообщался с некоторыми из ребят, был один очень интересный призывник, его зовут Никита, он преподаватель английского и немецкого языка в школе. Он преподавал занятия у вторых и седьмых классов в двух гимназиях нашего города, закончил педагогический университет по образованию филологи. Вот 23 года после обучения и прохождения практики, а также работы, он поступил в президентский полк. Никогда об этом не думал, но судьба сложилась так, что теперь он будет служить в Москве. А подробнее о том, как провожали 15 бравых ребят, которые будут служить в президентском полку в Москве, расскажу в своем сюжете в вечерних новостях. Светлана, передаю слово вам в студию. Спасибо, это был Борис Киргенеков, он провожал призывников в президентский полк. Вы смотрите новости дня на канале ОТС, сейчас в событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Ведомости сообщают, Минэкономразвитие предложило новый вид проверок – контрольную закупку. Они коснутся торговли и сектора услуг. Если при покупке контролер обнаружит нарушение, он составит акт, выпишет штраф и выдаст предписание об устранении нарушений. Когда-то такие проверки были популярны в СССР, в современной России. Такие закупки могут проводить только правоохранительные органы – МВД, ФСБ, Таможня и Федеральная служба исполнения наказаний. Остальным организациям это пока запрещено. Российская газета открывается статьей под заголовком «Сбросят зеленые карты». Свидетельство о государственном пенсионном страховании могут отменить. Минтруд разработал законопроект, который полностью меняет систему персонального пенсионного учета. Если документ одобрят, то работодателям придется предоставлять в Пенсионный фонд России ежемесячную отчетность о каждом работающем у него сотруднике. Сейчас она представляется ежеквартально. А женщинам, родившим детей, не понадобится больше идти в Пенсионный фонд, чтобы поставить младенца на пенсионный учет. ЗАГС автоматически будет высылать туда сведения о рождении. Также документом предусматривается отмена карточки СНИЛС. Граждане просто будут получать номер, узнать который можно через онлайн или через сайт госуслуг. Коммерсант пишет, Роскомнадзор отчитался о блокировке групп с пропагандой суицидов в социальных сетях. Ведомство заблокировало 8 таких сообществ. Напомню, 16 мая новая газета опубликовала материал под названием «Группы смерти», который вызвал большой резонанс. Публикация говорилась о школьнице, совершившей самоубийство. Мать девочки пришла к выводу, что ее дочь состояла в нескольких закрытых группах в сети ВКонтакте, в которых неизвестность заставляет детей покончить с собой. Единицы остались не у руля, а 285 управляющих компаний получили лицензивно в Сибирской области. Напомню, без этого документа оказывать услуги и получать деньги с жильцов коммунальщики не имеют права. Сегодня в Государственной жилищной инспекции озвучили результаты проверок по жалобам населения. Над темой работает мой коллега Сергей Толмачев, он готов рассказать подробности. Здравствуйте, Сергей, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Жители этого дома хотят сменить управляющую компанию, а управляющая компания этого не хочет. Неудивительно, по оценкам собственников, за содержание жилья в год они отдают 3 миллиона 700 тысяч рублей. Но дело не только в деньгах, дело еще и в юридических коллизиях. Например, электроподстанция, которая строилась вместе с этим домом, то есть, по сути, на деньги собственников, сейчас фактически никому не принадлежит по документам. А от этой подстанции запитана и пожарная часть, и школа, и даже вот этот светофор. То есть, когда в доме вырубают свет, а такое тоже бывает, перекресток превращается в нерегулируемый. Ну вот с такими проблемами жители Новосибирской области обращаются в Государственную жилищную инспекцию. Сегодня ее начальник озвучил цифры. С начала года проведено почти 5000 проверок и больше, чем в 2000 случаях, выдано предписание управляющей компанией, то есть, жалобы признаны обоснованными. ГЖИ ведет своеобразный антирейтинг управляющих компаний. Он подсчитывается по количеству жалоб на квадратный метр обслуживаемого жилья. В лидерах этого антирейтинга компании ДОСТ-Н, Сибирский сервисный центр и Спас-Дом. Но есть еще одна категория зданий, от которых управленцы просто отказываются. В городе Новосибирске 39 домов из ветхого жилья, которые в принципе не имеют управления. То есть, туда не придет ни уборщица, ни электрик, ни сантехник. Оттуда не вывозят мусор. Ну, те дома, я повторюсь, просто без управления. Я процитирую начальника жилищной инспекции Евгения Пономарева, который сегодня сказал, муниципалитет делает вид, что работает, мы делаем вид, что проверяем, а ВОЗ и ныне там. Конец цитаты. Ну, о том, как бороться с этой ситуацией и о том, как лишить лицензию недобросовестную управляющую компанию, а без лицензии работать сегодня на этом рынке нельзя, вот обо всем этом я расскажу уже в вечерних выпусках новостей. Светлана. Спасибо. Это был Сергей Толмачев. Он выясняет, насколько качественно работают управляющие компании. Два в одном. Совместный рейд сотрудников ГИБДД и судебных приставов прошел в Новосибирске. Кодовое название проверки – дебютор. О ее итогах и выявленных нарушителях расскажет Анастасия Бойко. Алименты, кредиты, нарушения ПДД, просроченные штрафы и уклонение от оплаты. Сегодня выявляли именно таких нарушителей. За два часа рейда 40 водителей проверили сразу по двум информационным базам. В рамках данного мероприятия сотрудниками госавтоинспекции проверяются водители транспортных средств по информационным базам на наличие дебюторской задолженности. В случае выявления таковой принимаются меры по привлечению к административной ответственности за неоплату штрафа, установленную незаконным штрафом. «Не плачу, потому что забыл», – говорит так каждый второй водитель. Поэтому проверки не только память улучшают, но и уникальную возможность дают быстро исправиться. У водителя «Мерседеса» Александра 20 неоплаченных штрафов ГИБДД. Погасил их на месте. Александр, вы знали, что у вас долги такие большие? Ну, конечно, знал. А еще не было? Ну, не было времени, работал. Такой рейд в Новосибирске прошел в третий раз с начала этого года. Но и приставы, и инспекторы ГИБДД говорят, совсем скоро проверки будут проходить в ежемесячном режиме. Слишком уж хорошие результаты они приносят. Анастасия Бойко, Алексей Зубила, Новости ОТС. И на этом у меня все. Развитие событий в следующих выпусках я не прощаюсь. Анастасия Бойко, Алексей Зубила, Новости ОТС.